Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Несмотря на то, что у нас еще лето, хотя к большому сожалению уже последний его месяц, нам пора задуматься о вызревании виноградной лозы. Именно об этом и пойдет речь в нашем сегодняшнем видео. Почему это важно? Потому что невызревшая лоза, лоза такая немножко травянистая, не переносит зимы. А у нас, к сожалению, вегетационный период достаточно короткий. И первые морозы могут прийти даже в сентябре. Поэтому во многих случаях нам приходится помогать нашим кустам готовиться к этой самой зиме. Приемы, которые мы применяем для того, чтобы помочь нашим лозам созреть, в общем-то, одинаковы для кустов любого года посадки. Однако сроки будут разные. И сегодня я вам все покажу на конкретных примерах. Смотрите, это кустик этого года посадки. Небольшой совершенно, да? Прирост-то, наверное, сантиметров, ну, около 30. И насколько отличается вот это на дачном участке, где пески. Несмотря на то, что яма подготовлена, видите, прирост небольшой. Еще один кустик тоже небольшой. А вот совсем малыш, он еще только начал расти. Применять какие-то приемы по вызреванию лоз вот к таким маленьким кустикам еще слишком рано. Все-таки у нас есть весь месяц август, ну, и как минимум половина сентября. Тем более для первого года к нам достаточно, чтобы вызрела лоза буквально там на две почечки. Конечно, чем больше, тем лучше, но тем не менее. И по опыту прошлого года могу вам сказать, что вот в прошлом году у меня молодые посадки буквально стояли на месте, ну, вот до августа. И только в августе начали активно расти. Ну, при этом нормально успела лоза вызреть даже где-то сантиметров на 30-40. Поэтому таким кустикам еще надо дать порастить. Тем более, что, смотрите, возьмем пример вот этого. Не такой уж тут интенсивный рост. У нас распрямлена коронка, не особо он растет. И если посмотреть, вот там лозу, она уже такая не совсем травянистая. То есть пусть он пока растет, пусть он пока развивается, ничего мы делать не будем. Причем прием по прищипыванию верхушек, я уже вам говорила, он очень спорный. И многие авторы не сходятся в едином мнении. Кто-то считает, что да, это нужно, кто-то считает, что не нужно. Лично я считаю, что не нужно. Пусть растет. Вот здесь тоже пену-нуар. Видите, фактически вот уже здесь лоза идет на вызревание внизу. Поэтому пока что мы абсолютно ничего не делаем. Как минимум до середины августа. А дальше будем наблюдать. Может оно и само вызреть, но если что, уже будем помогать. Один из приемов, который способствует вызреванию лоз, это отсутствие поливов. И, конечно, вот такие вот кустики уже можно не поливать. Но вот такой малыш еще вполне может расти. Но если стоит очень сухая погода, то таких малышей можно и нужно поливать, как минимум до середины августа. С другой стороны, если кусты растут очень интенсивно, вот эта второгодка, ну, здесь нет у меня таких одногодок, на которых я могла бы показать. Поэтому показываю на второгодке. Он не плодоносящий. И смотрите, какие здесь лозы. Вот то, что повреждение, это градобой. Такие вот царапинки. Но видите, лозы толстые и лозы очень зеленые, травянистые. Вот смотрите, по сравнению с моими пальцами. То есть лозы толстые. Можно даже сказать, что этот куст немного жирует. Смотрите, мы даже тут не пасынки, не убирали ничего. Места ему хватает. Сильного загущения нету. Поэтому он растет, как растет. И вот такому кусту уже нужна помощь. Как минимум мы исключаем поливы. Хотя, конечно, естественные поливы мы исключить не можем. И по такому кусту уже можно смело работать с калинофосфорными подкормками. Чуть попозже я вам расскажу подробно, что необходимо будет делать. Плодоносящие кусты. Смотрите, здесь такой мощный куст. У него и урожай. У него и мощная лоза. Хотя видно, что определенные процессы уже идут. И лозы не такие травянистые, как я вам показала в предыдущем случае. Уже она немножечко начинает такую розоватую окраску приобретать. Но видите, лозы толстые, лозы мощные. И вот этот куст, эта второгодка. Конечно, ему уже пора помогать. Очень важно плодоносящие кусты не перегружать. Потому что перегрузка тоже может способствовать тому, что лоза вызреть не успеет. Но у этого куста очень большая сила роста. Он очень мощный. Не особо нагружен, несмотря на то, что здесь такие большие хорошие грозди. Но ввиду огромной зеленой массы, нагрузка здесь ровненько такая, как надо. Еще один плодоносящий куст. Это зилга. У нее вообще на самом деле никогда не бывает проблемы с вызреванием лозы. И в принципе плодоносящие кусты, если они не перегружены и не перекормлены, то, как правило, у них лозы вполне себе хорошо вызревают. Причем даже бывает, что растет молодежь, у молодежи мы бьемся над возреванием. Как только начинается плодоношение, все проблемы уходят. Хотя, конечно, могут быть исключения из этого правила. То есть сейчас мы немножечко обращаем внимание на наши лозы плодоносящие. Если они не сильно толстые, особенно у мелкоплодных сортов. Вот здесь толщина лозы где-то миллиметров 5. Это замечательная толщина. Вот такая лоза здесь около сантиметра. Это уже лоза толстая. Для крупноплодных сортов иногда это характерно для некоторых. Вот, например, Аркадия. У нее толстая лоза всегда. У Яси толстая лоза всегда. Это крупноплодные сорта. Они дают большие урожаи. Поэтому для них толстые лозы характерны. Но если у вас там гроздочки по 200-300 грамм и вот такая вот толстющая лоза, то, конечно, она уже несколько перекормлена и ей надо уделить внимание. И, конечно, немножко ориентируемся на ее состояние. Видите, здесь тоже вот она начинает немножечко так приобретать какую-то окраску. Она не совсем травянистая. В отличие от вот этой, которая совсем зеленая. То такие кустики пока что можно не трогать. Но это с одной стороны. С другой стороны, если у вас регулярные проблемы с вызреванием лоз, то начинать работать над этим самым вызреванием нужно уже сейчас. Также, если ваши кусты уже несколько лет плодоносят, вы собираете с них достаточно большие урожаи. И тоже до этого вы ничего не делали, чтобы помочь вызреванию никаких калийно-фосфорных подкормок особо не вносили, то тоже стоит задуматься. Ученые посчитали, что с одной тонной ягод уходит около 5-7 килограмм калия и около 3 килограмм фосфора. Но теперь можете сами пересчитать, сколько же вы забираете с ваших кустов и сколько надо было бы вернуть обратно. Возвращайте или нет. Со временем земля истощается. При этом потребность лоз в момент созревания ягод в калии невероятно велика. И даже на очень богатых калием почвах, именно в этот момент виноградные кусты могут испытывать дефицит этого самого калия. И поэтому мы можем не ждать, например, середины августа, конца августа. Мы видим, что сейчас наши ягоды наливаются, они начинают окрашиваться. В этот момент основная потребность в этом элементе есть. И внести его именно сейчас. И тогда у нас и ягода может созреть раньше, и с лозами у нас не будет никаких проблем. Потому что мы дали то, в чем растение нуждалось, вовремя. Тогда, когда ему это было необходимо. А так получается, что мы сидим, ждем, думаем, ну вот ближе к концу августа я начну вот эти самые калийные подкормки. И потом мы пытаемся догнать уходящий поезд. А можно сделать все проще. Именно тогда, когда это необходимо. И на нашем участке, плодоносящим кустам, мы калийно-фосфорные подкормки никогда не делали. Но некоторым кустам уже почти 10 лет. Забираем мы от них много. Кормим, да, с одной стороны мы кормим органическими удобрениями, где много всего. И по идее должно хватать. Но мы понимаем, что все-таки мы выносим много. И поэтому уже пора бы что-то и добавить. Ну а теперь переходим непосредственно к приему. Один я вам уже озвучила. Уменьшаем поливы, вплоть до того, что их прекращаем. Это будет способствовать возреванию лоз. Потому что вода в данном случае затормаживает это самое возревание. Но здесь вот этот прием будет отличаться для плодоносящих кустов и неплодоносящих. Те, которые без урожая, мы вполне можем прекратить поливы. И ничем нам это не грозит. Если у нас кусты плодоносящие, особенно с тонкой шкуркой, то вот здесь кроется определенный подвох. Мы с вами уже об этом говорили и поговорим еще отдельно в видео про поливы. Но кратенько. Если вода долгое время отсутствует, потом нам с небка идет дождь, то ягоду может порвать. Поэтому наша задача в период созревания ягоды, вообще в идеале это было делать гораздо раньше. Во время налива ягоды, если стояла сухая погода, нам надо было поливать. Но если мы в то время не поливали, сейчас уже ягода начинает окрашиваться, а все еще стоит сухая погода. И мы знаем, что в нашем регионе в скорости могут пойти дожди. Дожди достаточно обильные. То есть Беларусь характерна тем, что в августе, в сентябре у нас начинается такой сезон дождей. Конечно, не каждый год это бывает, но тем не менее бывает. И вот после большого дождя у нас начинает рвать ягоду. Соответственно, нам надо все-таки небольшие поливы проводить. Потому что без них мы работаем над одним, теряем другое. Чаш весов, понимаем. Второй прием – это калийно-фосфорные подкормки. Мы их можем вносить под корень, мы их можем вносить по листу. Если мы работаем по листу, у нас есть две схемы. Мы можем брать одинаковое количество вещества, 40 грамм на 10 литров, и каждые 7-10 дней по листику работать. При этом вот эти калийно-фосфорные подкормки, они еще способствуют укреплению иммунитета растений и сопротивляемости заболеваниям. Конечно, это не панацея защиты от грибковых заболеваний, от мильдии и аидиума. Хотя я знаю людей, у которых это работает. Ну, там определенный агрофон. У меня, к сожалению, это не работает. Но, тем не менее, это все-таки один из приемов, который немножко помогает сопротивляемости растений этим самым заболеваниям. То есть, можно сказать, белом двух зайцев. Итак, количество, я вам сказала, препаратов. Есть сульфат калия, есть монофосфат калия. Ну, понятно, что в монофосфате калия чуть меньше, но есть еще и фосфор. В сульфате калия больше. Разница в цене. И очень важно, значит, если вы покупаете сульфат калия именно для работы по листу, не покупайте буйские удобрения. Он очень плохо растворяется. Есть другие производители сульфата калия. Там он растворяется хорошо и очень быстро. Буйские, я не знаю, что они делают. Но почему-то сульфат калия у них растворяется крайне плохо. Хотя с монофосфатом все хорошо. Итак, первая схема. 40 грамм на 10 литров. Работаем по листу. Вторая схема. Мы начинаем с тех же 40 грамм. И каждые 7-10 дней, то есть каждую следующую обработку, мы добавляем еще плюс 10 грамм до, по-моему, 130 грамм. Можно вот так делать. Какую схему лучше выбрать? Если у нас с кустиками вообще, в принципе, все хорошо, и мы хотим им немножко помочь, то я рекомендую выбрать первую схему. Если, конечно, все совсем травянистое, жирующее, то начинаем буквально сегодня все это делать и идем на увеличение. То есть в зависимости от того, насколько, какому кусту необходима эта самая помощь. И смотрите, можно это все делать и под корень. И вот здесь как раз-таки чем нам удобно? Кусты, которые без урожая, которые мы намерены уже не поливать, не давать им водичку, вот им хорошо, с ними хорошо работать по листу. Плодоносящие кусты, мы помним, что дозированная им водичка все-таки нужна, чтобы ягодка не трещала. Следовательно, вот с ними можно работать именно под корень. Это тоже будет эффективно и удобно нам. Какие дозировки? Для монофосфата калия это 10-15 грамм на 10 литров, и под куст где-то 10-20 литров. Для сульфата калия там можно чуть больше, 30-40 грамм на 10 литров, ну и то же самое 10-20 литров под куст. В зависимости от того, какие у вас кусты, насколько они большие. Если большой, мощный куст, то 20 литров смело можно вылить. Если кустик такой поменьше, молоденький, то литров 10 будет достаточно. И таких корневых подкормок можно сделать 2-3 с интервалом дней в 10. Ну и, конечно, для того, чтобы наши лозы хорошо вызревали, нам очень важно, что очень важно не перекармливать растение и правильно рассчитывать нагрузку. Но если уже перекормили, допустим, мазутным удобрением, понятно, что назад мы не откатим, значит, мы усиленно работаем над вызреванием. И, конечно, для вызревания лоз очень важно правильная нагрузка урожая. Перегруженные кусты вызревают очень и очень плохо. Поэтому, если вы не нормировали, если у вас крупноплодная сорта, пройдитесь еще раз, посмотрите нагрузку. Быть может, нужно будет еще что-то проредить. При этом, если у вас куст еще активно болеет, то следует задуматься. Вы что-то делаете не так. И лучше убрать грозди сейчас и получить нормальную лозу. Ну и, в принципе, все равно урожай будет. Мы же не убираем все. Чем пытаться сохранить все, а в итоге получить ничего. Подводя итог нашему сегодняшнему разговору, самое основное, что способствует вызреванию виноградных лоз, это калийно-фосфорные подкормки. Если по каким-то причинам у вас нет доступа к препаратам, вы не можете сейчас приобрести монофосфат калия, либо сульфат калия, вы можете использовать обычную золу. Касательно обычной золы, 2 литра золы мы заливаем 8 литрами воды. У нас это несколько дней настаивается, получается маточный раствор. И в дальнейшем литр на 9 литров, то есть в общем 10, это корневая подкормка. По листу можно работать этой же дозировкой. И, конечно, начинать работу над вызреванием виноградной лозы следует уже сейчас. За исключением вот совсем таких молоденьких костиков, которые и так плоховато растут, они еще могут порасти. И с ними мы начнем работать где-то на третьей неделе августа. Со всеми остальными мы начинаем работать уже сейчас. Ну а на этом наше видео подошло к концу. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку «Еще» будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!